добрый вечер болельщики ротова не знаю добрый недобрый второй уже недобрый вечер за одну неделю но поделаешь кайрат опять проигрывает на этот раз гостях на трасс мактаралу которого всего было 3 очка и 6 забитых мячей но три гола он забивает кайрату выходим в эфир потому что мы все равно выходим как говорится не него команда выигрывает не выигрывает но сейчас много вопросов поэтому как раз их будем обсуждать кто-то будет защищать кто-то будет практиковать ну посмотрим как говорится коны что скажешь игру смотрели вместе в одном чате что какие мысли по игре добрый день приветствую ну не знаю я честно говоря уже второй или третий тур я себя чувствую спокойно на самом деле я не жду там чего-то там звездного от нашей команды что там обыграем легко аутсайдеров с аутсайдером всегда очень тяжело играть как бы сам первое первое поражение было обидно я тогда с иронией сказал нашу область это наши земляки вот и для них типа три очка не жал вот потом когда мы обыграли лидером и сейчас когда вы пускаем даже одно очки не можем взять откровенными аутсайдеры ну что можно сказать получается что запала энергии там тренерского штаба игроков не хватило в каждом матче проявлять волю победе вот сегодняшняя игра но видно что это уже от игры к игре видно что реализации есть большие проблемы я не знаю что там происходит непосредственно когда в начале игры пропускаешь два гола на выезде вот естественно команда которая в 10 туров подряд не могла взять ни одного очка она будет там грызаться зубами в эту победу в эти очки у нас ничего не получилось если в алматы мы потерпели грубо говоря несчастный случай какой-то два пенальти и не смогли забить то сегодня изначально как бы быстрый пол потом повтор вроде потом один открытали ну ошибка васина и третий гол и у нас остается время сравнять не то чтобы там осуществить свою волю победе ну такое бывает в футболе принципе я честно говоря этот как болельщик мы продолжаем поддерживать команду любить ее никак или там не могу сейчас ругать прям да есть куча вопросов там уже мы сообщаем понимаем что там надо задачи руководства пусть они в конце концов там ответят почему у нас вот так происходит и что нас ждет в ближайшем будущем мы же не знаем там что они планируют по поводу усиления как-то вот такие кирилл сервис говорит что не хватило эмоций сегодня значит там эмоций не хватило гормонов не хватило силы не хватило воды не хватило жарко было ну проиграли частую проиграли команде которые на самом деле уровнем намного ниже наш понятно конечно карман подключился твою мнение но у нас сегодня произошло ну это проиграли по делу абсолютно то есть то есть махтарал приложил достаточно усилий очень умно сыграл да и тактически в том числе как лицо против слабости карата многие команды которые не мнят о себе что-то грубо говоря все бетховены с точки зрения красоты футбола выступает а именно тактически заточены еще раз рациональные то есть вроде бы мы начали играть тоже в рациональный футбол но видать слишком упростили эту игру но я считаю что это спад идет уже третью игру то есть начиная и кайсар тому подтверждение и игра на кубок да то есть было видно у нее такое впечатление что как раз весь пик и физической формы и психологической да то есть он пришелся на четыре игры с лидерами после чего у ребят это называется есть такое понятие когда ресурс кончается у всех же есть машины да если машина отходит определенный свой срок то какая бы там она не была сверхнадежная но обязательно что-нибудь происходит приходит рекламная работа надо что-то менять я не говорю там про масла все остальное то есть вот есть определенный ресурс он заканчивается соответственно я мне кажется что здесь у них психологический ресурс закончился полностью то есть первые четыре когда нужно было играть игра с лидерами напрягаться и вот это психологическое напряжение скорее всего час и и наверное кекер это имел ввиду как раз то что эмоции хватает а психологическое выгорание оно есть особенно в критические моменты может появиться вот как сейчас дортмунд играет им побеждать надо они 2-0 до поиграют ну то есть вот очень четко понятно потому что все таки чемпионство да есть целое исследование и в менеджменте и в науке да то есть и в спортивном организация побеждает организация у нее там специфическая культура то есть это должны быть люди носители вот этого когда играть чемпионского духа человек это должно быть у нас команде таких очень мало если вообще есть кто возможно васин жан паула по ним видно игроки молодые да вот они психологически выиграли потом начиная вот именно из игры с кайсаром было видно у них что-то с физикой вот я не знаю и коструб тоже ушел да то есть может быть что-то с физикой происходит потому что иногда думают быстро но не успевают да то есть там те игроки по молодости на которых возможный тренерский штаб надеется и болельщики да то есть они начинают самые ответственные моменты опять-таки варить вот допустим когда третий гол мы говорим да то есть там не васин ошибся там вся проблема что ульшин отдал мяч и отдал его с такой силой что васин бы не принял не добежал а надвигающий спины игрок вот он видит причем я пересмотрел на ульшин прекрасно вижу что со спины надвигается игрок он идет в динамике да что и он либо ты сильнее мяч отдавай либо вообще прикрой мяч корпусом переведи куда-нибудь на фланг нету в недодачу просто катнул тот перехватил и васин бы там ничего не сделал то есть васин сделал шаг но уже тут уже все практически на скорости обыграл ушел и забили третье также и первый второй гол и про стименко единственно могу сказать что может быть ему слишком рано пришлось стать первым номером и я вполне допускаю что по своему потенциалу таланту он действительно в будущем может на этот первый номер претендовать но вот по-хорошему ему бы сейчас в аренду ему бы сейчас там не знаю на лавке когда молодой пацан получает сразу первые номера да то есть хотя стас покатилов тоже когда первым номером стал молодом достаточно в возрасте но вот мне кажется у стименко не справился не с давлением не с возложенном на него ответственностью то есть именно в этом плане что его ошибки которые он пропускает это ошибки они вот грубо говоря нарочно не придумаешь арат опять-таки игрок техничный игрок очень грамотный столько раз подчищал убирал раз сделал привоз так вся все три игры включая кубковые с кайсаром это прям какой-то парад ошибок но есть системные вещи мы команда до этого матча и до матча с кайсаром были которая забивала каждый мяч как каждый матч то есть посмотрите там статистика была что и причем это команда забивающая по два мяча за за игру но при этом и пропускающие то есть мы наверняка одна из самых пропускающих команд из первой пятерки я не знаю сколько мы пропустили потом статистику скажите голов 16 или 18 но прошло 9 туров и или 11 туров практически в каждой игре то есть то что мы пропустим в каждой игре это уже как бы по умолчанию но мы раньше за счет атаки а вот в этой игре конкретно большие проблемы системные и ресурсные у защиты и полузащиты и вратаря да то есть они не помогли в данном случае группе атаки вытащить игру но просто не по нему не помогли но вот мы видим да сколько там получается 19 голов пропустил карат больше него только аксу ну вот 19 голов да и если ты пропускаешь столько голов это говорит о том что либо ну у тебя сама система защиты как бы ну она такая что ну легко вскрываем а я и причем мне кажется эти 19 голов они же забиты все-таки командами если мы с первыми лидерами сыграли ну стаболом 3-2 там 3-0 здесь 2-2 здесь это ну то есть мы пропускали но но при этом забивали хорошо то дальше нам по три кто забивал нам атерау забивал нам махтарал вот пожалуйста притащил нам кайсар притащил да еще осталась по моему нас игра с агжепесом да будем смотреть но у меня такое ощущение что просто начал свое мнение с того что это сейчас спад мы видим этот спад большой вопрос когда он закончится и если у команды ресурсы для того чтобы спад преодолеть как правило обычно лечится именно почему болельщики просят руководство возможно кириллся весь тоже просит руководство мне нужно еще два-три игрока что прям видно что к у команды перед группой атаки под нападающими нет игрока такого распасовщика центрального фантазиста типа того же ислам хана да то есть или косвич вот кто-то должен быть такой вот его нету крайние защитники они крайне нестабильны то есть там иногда там как начинают произносить фамилии хватаешься за сердце ульшин одну игру хорошо играет другую провалит садыбеков кстати вот показатель того что когда этот матч проиграл это форма садыбекова и игровая и физическая то есть он в этом матче не успевал он очень часто резался путал позиции да то есть его его даже заменили вы даже заменили поэтому на мой взгляд на мой взгляд спад продолжится еще две-три игры то есть быстро так они не перестроятся тренер сейчас очень сильно думает наверняка то есть что происходит игроки сейчас будут погружаться в себя тем более молодые там-то на фарте на таком духе перед всех переиграли а здесь на морозах могут очень сильно в голову им засесть плохие мысли и вот они полетели поэтому я думаю а мы на спаде б этот спад может быть преодолен на мой взгляд только сторонними ресурсами два-три игрока фактически привести вот и чтобы они поиграли и встряхнули команду либо либо смена тренера но давайте это в дальнейшем порассуждаем потому что поможет ли нам смена тренера большой вопрос я закончил спасибо арман дамир что считаешь можно даже критиковать у стебенко ты давно этого хотел по моему сегодняшний матч это интенсенция всего того что мы подъявляли к нему проблемы претензии не про всем привет еще раз туда большая проблема конечно большие проблемы то есть брать большие претензии к обороне вообще в целом это хорошо начинал но почему-то чувствовал что проблемы у нас будут так она и вышла я скажу так по игре мы сами проиграли эту игру сами абсолютно ошибки мактарал не удивил ничего такого сверх естественно не показал какую-то супер игру тоже не показал вообще обидно что ты что команда да вот так вот они не знают 10 игр том бакс на нас они взяли и выиграли у них тем более новый тренер появился да тоже я вчера позавчера смотрел игру там первая дивизиона да молодежь кастаны тоже не выигрывала 8 игр и бас на девятом обыграли кайра там да то вроде бы в порядке казался то есть кайсар вроде бы тоже не ловил свез небо да и бас тоже взял и обыграл нас проблем они явные конечно все очевидно усиление нужно два-три игрока первую очередь в вратарской да как бы не хочется вроде бы сильно там до критиковать у стименко но ему претензии есть у него почти в каждой игре какой-то ляп происходит и блин к сожалению он результативный да и сегодня в том числе я не знаю что произошло хочется действительно видеть опытного вратаря да и я согласен где-то что ему пришлось встать в ворота да там первым номером стать после того как покатил в фут-шоу да а сильнее вратаря нет если честно посмотреть у нас если глянуть в академию я бы в этом году посмотрел приличный игр да анарбеков просто варит рихард варит там да привозит был у нас там в академии жил мартов и все хуже то есть вратари у нас слабый в академии ульянов хорошего это но это уже вопрос к тренерскому штабу почему не стоит первым нету конкуренции просто в основной команде вот поэтому и нету роста я мы мы во время трансляции может быть мокина там подписать до 42 лет до конца сезона хотя бы он бы не хуже от шаткого я думаю шатского патриотом вряд ли шахтером да но и не точно нужно в атаке в обороне я не знаю там что будет руководство клуба придумать и наверняка кикер тоже хочет не могу сказать там да не могу сильно критиковать его я не знаю что у него в голове какой футбол он играет до сих пор не могу понять в каком футбол играть я если честно хотел бы видеть тренера да там горовенко или алиева да на одного из двух я уже говорил потому что ну конкретно кикер мне он не нравится как тренер собственно честно говоря горовенко то свободен сейчас да он свободен надо было его цыпляк пока когда он ушел но не сообразили ну если честно расстроен поражением да вторые выходные так сказать испорчены добавить больше нечем давайте потихоньку перейдем голом просто потому что сегодняшний голы это конечно ужас все три гола после грубейшие ошибки обороны то есть вот по первому голос чего все начинается начали проигрывает курдин васин пасует на рада она ошибается и соответственно все раскатывает посмотрели про вне игры но там вне игры не было сейчас секунду я даже хотел показать что не надо принять на судей вот потому что вот здесь оратор ошибается и соответственно линию что нападающим макмар тарал он находится по подальше от ворот чем самарат соответственно здесь обыграли васина и кариму ничего не оставалось делать откуда такие ошибки берутся ну здесь вот как раз и из модели игровой берутся и не стабильности игроков что кургин отыграв в три неплохих игры вместе ткаченко да то есть после этого вот я его не узнаю да и вот они все сегодня очень плохо играли и кургин плохо сыграл подыбеков да то есть вот не отыгрался вот но кургин очень часто очень часто ошибался это привело к его травме ранней замене и опять-таки травма значит что-то с физической формой не так либо они перегружены слишком поэтому как бы ну просто нагрузками настолько перегрузили посмотрите вот в у махтарала двое а четыре игрока в средней зоне то есть получается из наших четырех вот на на этом кадре остальные пять они где-то в штрафной противника то есть они надеются на некую там длинную среднюю передачу поэтому и легко проходить в контратаке тому же махтаралу то есть на защите у нас просто численное меньшинство никто ничего не успевает и опять-таки на скорости и кайсаровские игроки на скорость уходили и здесь на скорости молодые игроки травмируются мышечные травмы то есть что-то у них физической формы не так это подтверждает мою теорию и гипотезу фазе спада то есть была фаза подъема наверное они очень сильно перекачались его час фаза спада идет то есть ничего удивительного на самом деле в этих галах нет вот пожалуйста раз я даже рад привез это говорит о том что вот у них есть что сказать по этому моменту слышно я просто этот момент не видел это же седьмая минута это первый быстрый гол вы не знаю там и васин и арат каримов да вот группа атаки хозяев здесь это стремление желание тохтара жан шпая забить то есть свою команду он же он же наш вот и в общем то этот они в отличие от наших игроков опытных игроков имели большее желание обыграли просто защиту и все я просто что хотел сказать что вот наш состав за исключением например рада васина жао и кого там еще можно назвать в основном как бы ну наши молодые там воспитанники то есть то есть вот такие вот ребята как вот на сегодняшний день уже являются опытными игроками кпл и сработали хорошо вот то есть вот этот первый гол это взаимодействие чего у нас не получалось во многих последних этих играх благодаря только индивидуальным индивидуальном мастерству жао там были голы а вот это вот то что сейчас вот чему мы противостояли вот этого в нашей команде давно нет над этим надо думать или не в защиту нашей защиты но в защиту эпизода могут сказать что конечно никогда вдвоем когда обрезаются защитники вдвоем вываливаетесь на одного центрального я думаю вдвоем жао с шишина чем хоть один раз вы вывелись один на один против одного их центрального защитника они бы три три мяча положили поэтому там большой не не вижу какого-то большого мастерства жангл спая но защита огромное было стремление было огромное то есть стремление понятно но защита была вообще она курила дома вообще не вышло на подробности сейчас по настрою сегодняшней игры наших ребят я не знаю то есть то ли действительно уставшие то ли какие-то смирились с тем что вот ну там дома проиграли и здесь проиграем или там все то есть кого обещали болельщикам обыграли а теперь можно как раздавать очки я не знаю что произойдет ну надеюсь что так дамир этот гол прям тебе отдают полностью второй ну второй конечно блин но это чисто вратарский гол больше нечего сказать вот например в первом голе там понятно ошиблись ошиблись там да кургин там зеленый еще все таки игрок и даже оффри арад ошибается хоть и опытный да как бы это бывает несчастно случается ошибаются все но здесь вот во втором голе я вам вот что скажу когда вот вратарь вот так вот варят и обычным прострелом не вытаскивать да мяч залетает при счете 2-0 там какая десятая минута команда да пропадает уже уверенность и мандраж появляется ты уже не можешь доверять сзади да там и пас лишний не может дать все это уже эмоционально так сказать прибиты они когда вот так вот вратарь играет ненадежно это чисто вратарский гол яду я не знаю у у меня вопрос к самому юрову да там я не могу сказать что он сам молодости был супер вратарем там да тоже делал ошибки но я не знаю понятно что они много работы там да тренера по вратарям я не знаю нужно какой-то вывод сделать и не знаю посадить его на один-два матча чтобы он подумал и дать шанс ульянову я я когда-то увидел его я был просто в шоке думаю как так то есть постоянно каждый раз какой какой где-то он варит вот извините мне вот вратарь не нравится честно хоть он воспитанник кейлер тоже воспитанник но он не сильный игрок он игрок на ротации да что вот ему заканчивать где-нибудь богатыри да вот у семейка я правильно я согласен с мнением что его нужно куда-то в аренду отдать такой мах тарал какие-нибудь знаете команды которые на дне таблицы где бы он постоянно участвовал бы в игровых ситуациях да вот и ну честно говоря разочарование там провал пошел по флангу мне кажется вот где тонко там и рвется да и игроки мах тарал это прочувствовали просто вот этот фланг уничтожили где играл собственно кургин там все через него пробили все что можно было и все и он просто перегорел пацан больше нечего сказать просто это голос тименко вот и все сейчас обсудим гол который нам дал какую-то надежду тоже получается из ничего пошел на навес ульшина паула ударил ночь это скажем так не такой уж и и голевой момент но паула умудрился передачу лучше только можно отметить который пасом все-таки владеет но сожалению такой момент оказался только один паула все-таки получается забивает девятый гол и это наше все ну я не знаю что еще говорить не очевидный момент есть что сказать по этому моменту ну тут видно исполнительское мастерство футбольный интеллект жан паула вот ульшин буквально отмечается несколькими действиями по сами и тем не менее не может всю игру это делать то есть уровень игрока его потенциалом как раз говоришь там я один раз гениальную передачу за один матч там любой может сделать а вот делать это на постоянном уровне это люди уже потом в реале играют манчестер но вот к сожалению и вот это вот мантра постоянная которую меня от меня лично откровенно разожжало вечно это наши на наши воспитанники наши воспитанники not это очень хорошо конечно да но если наши воспитанники не могут просто по своему потенциалу ничего сделать то что теперь тогда давайте смиряться там не знаю с десятым местом все мы кайрат мы мы теперь что-то должны таразом быть ну вот это почему грустно в этом в этих проигрышах и в том месте которым мы занимаемся эти там что седьмое пятое то перед началом сезона мы говорили наверно так и будет потому что ресурса не хватит если главным как бы источником фондирования ресурсов является своя академия да ну тогда да тогда надо к пятому месту привыкать и в принципе так этим поражением не 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 удивляться все логично закономерно там кассабулат режется постоянно да тот же самый ульшин что-то там режешь то есть кого не возьми каждый обрезался да включая устеменко наш прекрасный воспитанник поэтому ну посмотрим они на игре с лидерами показали что могут настроиться и вот скорее всего черт скорее всего просто вот все сгорело вот это психологическое напряжение вот сгорел сгорел сгорела волевая составляющая вот и физическая составляющая тут надо все-таки что-то у них не то что-то у них не то я не знаю что конкретно но у них что-то не то с физикой да там гол повезло забили на пес гений желтого паула да его как говорится мастерство как я уже раньше говорил ему много моментов не надо чтобы забить гол однако просто скажу что целом игры то нету кайрата все забросы 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 на кого забросы непонятно да там на маленьких игроков на высоких понятно что там какая-то надежда была на артура но в целом рисунка нет какой-то не знаю нет ни комбинации все очень хаотично все суете какой-то и в этой суете все игроки варят там садыбеков там наварил касабулат наварил то есть все как минимум один-два раза ну проводят такие ошибки да по ульшину тоже он такой нестабильный если честно игрок он то забьет со штрафного да там красивый гол там да только козлы жару то орда басы или отдаст шикарнейший пас матч с остальной там да раз там развернул игрока в центре подбежал отдал и на гол а в элементарных каких-то простых ситуациях он не обработать мяч не может не отдать пас не может на пять метров да то есть это тоже есть в общем мастерстве горят наши игроки и в физике тоже если да если ссылаться и надеяться только на наших воспитанников да тогда да надо просто привыкать десятому пятому шестому месту и не строить никаких иллюзий да что мы там третье место займем там еврокубки попадем или чемпионами станем у нас просто не хватает ресурса вот и все и скамейка у нас коротко и ну в общем просто как говорится знаете наши ожидания наши проблемы да просто перестать ждать чудес от команды и пусть играют как могут с ошибками там пусть тоже у steam парит ну и все просто смириться узнать есть такой вещь типа сделать первый шаг принять бессилие там до смириться принять что там мы мешки все больше ничего не можем это наш предел не претендуем до мира это же я вот всегда за это критикую руководство клуба начинает каждый сезон мы боремся за чемпиона куда ты с таким составом борешься чемпиона но тем не менее они об этом говорят проблем это в этом я всегда говорю я всегда хочу давно хочу господин и вам много чего выскажут и я хочу посмотреть как на эти вопросы они все боятся принять решение да сами сами лишь приняли все они все ждут что там баранбаев скажет с тюрьмы там да нет его отречения ждут самостоятельно они ничего не принять не могут это на всем уровне я вам скажу начиная там фан-шопе маркетинге все во всем вот ушли люди которые любят кайрат там да остались те которые но просто индифферентное к работе относятся я вам так скажу даже фан-шоп взять у мертвые вообще не люди нормально не разве не сейчас об этом можно я давай говори мое мнение мое мнение целом то есть по выступлением нашего главного тренера после каждого такого матча да вот то есть я там где-то не хватило не хватило эмоции что там еще в общем все равно даже вот вот этих интервью от новому туру должна быть какая-то логика тоже потому что так вот хорошо сыграть например с лидерами и то есть мы уже поверили в то что вот да мы окажется оказывается можем проигрывая догнать обогнать выиграть более такие команды и вот сейчас мы видим что на поле практически игра отсутствует как таковая есть какие-то эпизоды есть какие-то отрывки обрывки там и в итоге как бы этот мы не забиваем мы как бы даже и сравнять не можем после этого я даже не знаю что думать мы в панике в принципе просто сижу себя контролирую как бы это я даже не знаю там как мы сыграем с уже песен дом по статистике вообще до дома мы вообще хорошо играли всегда вот если допустим прошлые сезоны ну намного больше чем там до этого я имею ввиду да мы было мы были зрелищной команды мы были команды играющие которые любому сопернику давали играть то чтобы там закрылись там и не даем играть и просто играем там тупо там на результат какой-то мы как бы зритель шоу зритель шоу была красота футбола то есть был контроль мяча была какая-то тикита когда на сегодняшний день какие-то тупые забросы там это как у берден шторка как я до этого говорил то есть и они повторяются повторяются на 8 на удачу и там один из десяти выстрелит там допустим момент жау и все и на этом мы как бы это довольны короче я сейчас вот честно говоря я не знаю что будет сергеевич там как он оценит как он оправдает вот эти вот два тура которые мы именно в тех матчах когда мы должны были брать очки и вообще ни одного очка не взяли что он скажет в оправдании не знаю ну можно сказать например что вот мы самая молодая команда у нас меньше всего легионеров у нас больше своих воспитанников можно сказать вот это я извиняюсь вот это и есть как раз объяснение тому что происходит мы сады сказать что мы тренируем там допустим аутсайдеров вообще там хоть кого-то обыграли хоть кого-то забили понимаете мы делаем огромный вклад в казахстанский футбол то есть я даже не знаю что можно еще говорить да сейчас сегодня рано говорить о том что там кикера аут или я не знаю там еще что-то но в любом случае какое-то объяснение внятное должно быть поэтому давайте сразу на первый гол вот арат лучшим как арман как говорил отдает недодачу и все брага выходит здесь один оказал достаточно одного с такой физической формы то есть никто догнать не может скорости нет все начинается здесь смотрите а рад отдает на ульшину то мешает лучше ну да ты хоть в аут выбей хоть куда хоть что да наши конечно пошли уже здесь ва-банк понятно хотели отыграться там это но отдай хорошую передачу то есть вот здесь даже видно какое какое расстояние у браги до мяча и отмечать до вася раза два в три больше поэтому ну тут вася конечно мог бы что-то попробовать сделать может быть даже за ценой красной карточкой но говорится основная вина все-таки надо ищем здесь было то есть когда еще вот оставалось 13 минут какие-то шансы были но вот во что это потихоньку превратилось то есть никто с обороной к сожалению как были вопросы то так и есть такое ощущение что с обороной нормально именно не работает сомнению я нужно повторюсь я вспоминаю слова главного тренера мы развиваемся мы растем да мы росли реально мы росли от матча к матчу мы росли начиная с первого тура вот мы все понимали что команда молодая в смысле новая команда все лидеры ушли супер наши все легионеры которые были просто сезон когда же их не помню я когда сейчас мне говорят там это вагнер лав контент пипец какие звезды были которые там единорично решали все моменты они ушли это как бы не ну я говорю сладкий сон то есть это я сейчас то есть в таком положении когда будем мечтать опять как свое время этого мечтали но после всего этого когда у нас там удача нам улыбнулась мы взяли там очки свои у лидеров и теперь идут такие интервью да когда тренер говорит мы развиваемся мы растем и от игры крепим да там потом там у нас небольшой горе случилось да франчев травмировался там но мы в игру выиграли так все как бы всегда поддерживаем команду а теперь раз две подряд игры как ну грубо говоря как под копирку да там вот вот ваш уровень вот ваше развитие и что после этого я не знаю что ждать вообще хорошо допустим но выиграем его в жид пес или опять проиграем что дальше мы же должны на несколько которые вперед примерно знать на что мы вообще способны время заканчивается меньше минуты остается поэтому ну давайте подождем матча тут же песом если и там будет то тогда уже конкретно будут серьезные вопросы поэтому спасибо 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 что нашли время спасибо все свободы спасибо болите за кайрат не болей не болей не болейте сами да да да